Приветствую всех, кто зашел на мой канал Товар из Китая. Меня зовут Вячеслав. Уже более недели я тестирую этот ультрабюджетник Realme Narzo 50i. У меня, друзья, сложилось определенное мнение об этом смартфоне. И сегодня я постараюсь коротко, но по порядку рассказать вам о всех преимуществах и недостатках этого смартфона. Итак, давайте все по порядку. Одним из первых достоинств этого бюджетника является его цена. 119 долларов 69 центов. Это за версию 4.64 гигабайта. Это глобальная версия. Есть в салатовом, как у меня, и в черном цвете. А 11.11 на распродаже его можно будет купить за 100 долларов, а то и меньше. Все ссылки оставлю под этим видео. Комплект подставки здесь тоже очень бюджетный. 10-ваттный блок зарядки, кабель USB, microUSB, а также юзер-мануал на нескольких языках. Ну и в комплект положили также иголку для извлечения SIM-лотка. Комплектного чехла, к сожалению, нет. Как вы уже, наверное, заметили, смартфон полностью пластиковый. Но это не глянцевый пластик, а такой матовый, шершавый, с такой текстурой. Как можете видеть, в полосочку. Слегка выступает блок камер. Также, хочется сказать, толщина 8,9 мм, а вес 195 грамм за счет 5000 емкой батареи. Здесь сзади выведен мультимедийный динамик. Снизу порт microUSB, микрофон и 3,5 мм аудиоразъем. С правой стороны кнопка включения и качель громкости. Ну а с левой стороны расположился тройной полноценный слот. Давайте я вам это продемонстрирую. Да, друзья, Realme здесь не поскупились. Молодцы. В верхней части экрана по центру расположился глазок фронтальной камеры на 5 мегапикселей. С завода наклеена пленка на экран. Ну и я уже зарегистрировал здесь сканер лица. Кстати, сканера отпечатка пальцев в смартфоне нет. И давайте проверим, как работает сканер лица. Только заметив меня, сразу же разблокируется. Работает корректно и безошибочно. В этом можно поставить плюс. Диагональ экрана в смартфоне 6,5 дюймов. Здесь установлена IPS матрица, разрешение HD+, 720 точек на 1600. Соотношение сторон 20 к 9. Смартфон работает очень шустро. 11-й Android. Оболочка Realme Go UA. Это такая облегченная оболочка. И по кругу перелистываются рабочие столы. Ничего не зависает, не тормозит. Шторка, задач. Есть все необходимые задачи. Жаль, только NFC нет. Свайпом вверх. Открываются все приложения. Вот так. Таким образом. Очень удобно, кстати. По работе оболочки у меня нет никаких претензий к нему. Давайте зайдем в настройки. И я вам здесь кое-что покажу. Экран. Здесь давайте выберем обои. И хочу показать, какие здесь есть обои. Выбор, кстати, невелик. Ну и за это спасибо. Живых обоев в смартфоне нет. А также обоев Art+. Как это в китайской версии есть. Зайдя в систему. Вот здесь жесты. Навигация в системе. Можно выбрать на экранные кнопки или жесты. Жесты здесь работают без тормозов. О телефоне. Кстати, здесь не указано, какой процессор. Только 8 ядер написано. 4 ГБ оперативной памяти и 64 встроенных. И позиционируется как RMX3235. Если вы знаете, какой здесь установлен процессор, пожалуйста, напишите в комментарии. В одном из источников я прочитал, что здесь стоит Unisoc SC9863A. Но ни AIDA, ни Antutu не показывают, кстати, какой здесь процессор. Буду признателен, если напишите в комментариях. Предлагаю вам послушать звук из мультимедийного динамика. Давайте зайдем в YouTube. И я включил музыкальную композицию. Громкость здесь на полную. А, друзья, с этой стороны идет звук весь. Звук достаточно громкий для бюджетника. Отлично. По качеству связи в смартфоне тоже все работает. Я слышал собеседника хорошо. Собеседник тоже слышал меня хорошо. Я сейчас сделал тестовый звонок. Снимаю трубку. И, как видите, запись разговоров отсутствует, друзья. Здесь стоит гугловская звонилка. Но бенды 3, 7 и 20 здесь присутствуют. По характеристикам. Как я вам уже говорил, только Octa-Core написано. Восьмиядерный процессор. Максимальная частота 1,6 ГГц. Графический процессор PowerVR ROG GE8322. HD Plus экран. 321 ppi плотность пикселей. Частота обновления экрана 60 Гц. В моем случае 4 ГБ оперативной памяти и 64 накопитель. Из которых 52,5 на борту. Bluetooth 5.1. NFC не поддерживается. GPS, GLONASS, Beidou поддерживается. Система определяет его как RMX 3235, 11 Android, патч безопасности сентябрь 2021 года. Батарея. Батарея это одно из преимуществ этого смартфона. Она здесь на 5000 мАч. И в связке с HD экраном на двое суток вам смартфона хватит с головой. Мне лично хватало на двое суток и в конце еще 25-30% на батарее было. По автономности здесь большой плюс. Ну а в тесте Antutu он набрал только 102 тысячи баллов. Это конечно скромные цифры. Тест Multitouch тоже хочу показать вам. Так. А тест Multitouch здесь, друзья, только 5 касаний. А вот как GPS-навигатор он мне понравился. Посмотрите, сколько много спутников набирает за короткое время. Обратите внимание, как GPS-навигатор смартфон смело можно использовать. Работа датчиков мне тоже понравилась. Датчик приближения. Работает корректно и безошибочно. Датчик света. Освещенности. Все работает отлично. Акселерометр. Есть гироскоп, друзья. Есть магнитный датчик. Это все здесь работает. Также есть фонарик. Включаем. Да, подсветка. Это все работает. Не сильно требовательные игры тоже идут на смартфоне на ура. Я скачал игру Subway. Ну и давайте посмотрим, как идет игра. Без всяких тормозов. Хоть я и не игрок. Но поиграть не сильно требовательные игрушки на смартфоне можно, друзья. Ну вот как-то так. Ну а что здесь по камере? Основная камера у нас одна на 8 мегапикселей. И здесь, друзья, тоже все по бюджетному. Фронтальная камера на 5 мегапикселей. Зайдя в интерфейс, здесь очень простое управление. Видео максимально снимает в Full HD 30 кадров в секунду. Фото. Есть портретный режим. И режим еще. Режим панорама. Ручная настройка. Серийная съемка. Интервал и таймлэпс. Ну и хочу показать вам, как делает снимки и снимает видео смартфон Realme Narzo 50i. Тестирую видео. На смартфон Realme Narzo 50i. Я иду. Есть ли здесь стабилизация? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Кстати, как вам звук на этот смартфон? Съемка ведется в Full HD 30 кадров в секунду. Проверяю автофокус. Проверяю автофокус. Ну, фокусируйся. Да. Автофокус с запозданием. Еще раз автофокус. Автофокус работает с запозданием. А это тест фронтальной камеры на Realme Narzo 50i. Я иду. Конечно, никакой стабилизации здесь нет. Как вам звук? Всем привет и хорошего дня. Ну что ж, пора подвести итоги. Из недостатков я бы отметил отсутствие сканера отпечатка пальцев, отсутствие NFC, ну и microUSB порт в 2021 году это уже слишком. Из достоинств. Первое достоинство это его цена. За 100 долларов смартфон 4.64 по памяти смело можно брать. Второе достоинство его автономность. 5000 мАч вам хватит на двое суток, а то и больше. Также понравилась его оболочка Realme Go UA. Такая облегченная оболочка, не тормозит, не глючит. Последний 11 Android. Ну, в принципе и все. Покупать вам этот смартфон или нет, решайте сами. А у меня на этом все. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok